В 95-й школе прошло грандиозное образовательное событие для талантливых детей, а финал школы проектов третий сезон. Состоялось оно в рамках всероссийского проекта школы Росатома. В 95-е встречала гостей из 17 городов, работа велась в течение двух дней. В прошлом учебном году школа проектов была признана самым массовым мероприятием из всех событий для талантливых ребят, поддержанных школой Росатома. По наблюдению постоянных членов жюри, год от года школа проектов становится все интереснее. Сегодня мы видели проект «Мальчика. Дерево Победы» из Озерска, участник. Этот проект зародился как раз между двумя сезонами. То есть идея у них появилась, будучи как раз здесь в прошлом году. И как раз было на той волне, когда особенная работа проводилась с ветеранами. И вот у них появилась эта идея, они ее реализовали прямо уже в мае прошлого года. И вот только дооформили и представили сегодня. Ну это же здорово, когда у ребят на этих мероприятиях еще и рождаются новые идеи. География школы проектов – вся Россия. Среди участников финального этапа 58 железногорцев и 54 гостя из 12 городов системы ЗАТО. Есть здесь Северск, Кронштадт, Димитровград, Курчатов, Волгодонский, многие другие. Самое большое количество проектов представлено, конечно, нашим городом, а также Новоуральском и Зеленогорском. Приехали мы из города Зеленогорска, а выступали с работой на тему «Школа будущего» вместе с большим макетом. На ваш взгляд, как вы выступили с работой вашей? Мне кажется, нормально. Только небольшие запинания, так сказать, с юмором. Чуть-чуть-чуть. Вот это. Чуть-чуть. Ну, проект-то достаточно интересный у вас, да, мы уже сегодня слышали. Как вы собираетесь его дальше реализовывать? Это трудный вопрос. Чуть-чуть. Но... Что для этого нужно, скажем так? Средства и помощь людей. Средства и помощь людей? Людей. Взрослых людей. А, взрослых. Рады поучаствовать в школе проектов и совсем небольшие территории, которые представили на мероприятии команды из трех или четырех человек. Мы приезжаем на третий раз с разными ребятами. Для меня этот сезон был намного сложнее, потому что дети ушли в пятый класс, они стали более взрослые, и темы понадобились тоже более взрослые, более объективные, чем в начальной школе. До очного этапа ведется кропотливая работа на этапе дистанционном. Ребятам под руководством педагогов предстояло изучить четыре электронных занятия и, выполнив задания к ним, фактически создать свой собственный проект, который затем предстояло оценить экспертам. Тематика была разножанровая, разноплановая, так скажем. Касалась и предмет, ну, то есть были и практические проекты, и больше, наверное, какая-то теоретическая сторона изучения. И были такие социальные проекты, но очень многие дети показали себя на достойном уровне, они владеют материалом, они понимают, что они хотят, и доносят этот проект до реализации, до конца, и могут его хорошо презентовать и представить. По результатам школы проектов награды нашли своих героев. Среди победителей много и железногорцев. Итоги напряженной, но интересной работы подводит директор 95-й школы Дмитрий Протахопов. Я хочу сказать, что первый итог – это то, что мы очень устали. И, конечно, вот осознание, наверное, того, что мы вместе все сделали, придет чуть попозже. Пока можно сказать словами наших участников. Действительно, образовательное событие третий сезон состоялось, и действительно оно прошло очень успешно. Вы слышали, вот на круглом столе не было ни одного, ну, какого-то критического отзыва. Все говорили о том, что необходимо продолжить школу проектов. И поэтому, конечно, это главный результат. Результат в том, что это мероприятие востребовано. Востребовано уже третий год. И каждый год происходит рост числа участников этого мероприятия. Но я хочу сказать так, что мероприятие создается для детей, для их развития, и для педагогов, как определенная возможность погрузить себя в атмосферу интеллектуального труда, что само по себе является повышением квалификации. Поэтому, конечно, это те константы, которые, ну, они востребованы всегда. Лариса Панченко, Информэкспресс.